Здравствуйте, Игнарь Евгеньевич. Добрый день. Вам видно? Что-то у вас мутно так видно. А что же так? А, вот, вот, все, 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 сейчас хорошо, хорошо. Так, значит, это мои книги. Так, это я приготовил. Вторую книгу. Да, вторую тоже приготовил. Все. Игнатий Тихонович, я разрешаю записывать, я не против. Так у нас в интернет выставляется, вы не против? Не, не, я не против, я не против. Давай, спрашивай. Игнатий Тихонович, у меня первый вопрос к вам. У меня было общение с мусульманином. Он мне задал, значит, такой вопрос. Говорит мне, вы, говорит, веруете, что ИСА, у них ИСА вроде, да? ИСА пророк. Говорит, что ИСА наш пророк, это ваш же Иисус, что он Господь Бог. Я говорю, ну да, мы веруем в это, говорю, весь христианский мир верует, кроме Иеговистов. Но он мне говорит, поясни мне, пожалуйста, а как он, якобы Бог и кушал, и пил, и так далее. В общем, все, что свойственно человеку делал, как же это Бог мог бы такие вещи делать? Вот. Игнатий Тихонович, я вот сказал ему, может быть, в чем-то я не прав, вы меня поправьте, а если, может, что-то я прав, дополните, как бы для моего размышления будет еще лучше. Я ему объяснил, что вот мы как православные, и мы веруем, что Иисус имеет две природы в себе, одну человеческую и другую божественную. И то, что, соответственно, человеку, то есть кушал, пил, ел и так далее, Иисус использовал природу человеческую, вот допустим, да? А то, что, допустим, он говорил, я имею право прощать грехи, там, ну и так далее, там, Сын Божий, там, Альфа-Омега, здесь уже он как бы олицетворял себя, как бы с божественной природой показывая. Вот это первый вопрос, Игнатий Тихонович, вот как мне ответить вот мусульманину, когда сталкиваюсь с такими вопросами со стороны их? Вот как ответить на этот вопрос? А вы уже ответили? А, ну, да, я ему даже сказал, говорю, если бы вы были бы, говорю, православны, то вы знали бы, что мы знаем, что Христос имеет две природы. Значит, вот, если когда спрашивают так, значит, так прям я отвечаю, что вот мы... Иди как бы, слово как бы, уберите слово как бы, как бы Бог, не как бы, а Бог. Слово как бы, как бы, вот эти слова выброси. Хорошо. И, значит, второй вопрос. У меня было... Общение со свидетелем Иеговы, и он мне задал вопрос и говорит, узнай, пожалуйста, вот у вас вот священников там или вот более грамотных людей вот в христианской вере, православной, как они относятся к нашей Библии, вот к ихней Библии, переводу нового мира. Игнатий Тихонович, вот вы как человек, как бы, человек начитан, миссионер, как вы относитесь к ихней книге, вот если вот негативно с точки зрения вот христианской логики там или как, прокомментируйте, что вот именно вам не нравится в ихней вот книге, что именно, что не так, что не то у них, что не так. Так. Подскажите, пожалуйста. Так. Вот, в первую очередь, они не свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы – это мы, православные. А они свидетели сторожевой башни. Запомни, это у них журнал так называется. Они даже под статус теретиков не подходят. Самые настоящие сатанисты. И поэтому никакого перевода Библии нету. Это просто они написали свою книгу, которую выдают за Библию, весь ответ. Да, это не Библия. Никакого отношения к Библии она вообще не имеет. У них интересно. В Англии там подали на них в суд переводчики, там, древнееврейского языка там переводили. Шесть человек, они не могли одно предложение перевести. Они обманщики. Ничего нету, и разговаривать не очень. В общем, Библия есть одна, синодальная. Вот эта Библия – самый лучший перевод в мире. А основной они просто подделку делают, и всё. Это не Библия совсем. Они там, что не нравится, написано на небе, свидетельствуют три. Они этот стих выбросили, его вообще нету. Да какая же это Библия-то? Одиннадцать книг сразу выбросили. Так что вы говорите, как книга, которую они лживо выдают за Библию. Никакого перевода там нету. Это они написали то, что им угодно. Не то, что Бога, а то, что им. А через день они будут говорить, что наша Библия-перевод синодальный неправильный, а их правильный. А там не перевод, просто измышление, вульгарное при том. Она у меня вон лежит. Она есть. Понятно. Значит, всё. Понял. Игнатий Тихонович, вот у меня тоже есть одна Библия. Вот, посмотрите, я сейчас вам процвету, покажу. А знаете как, снизу написано «Современный русский перевод». На наш современный русский тоже не стоит. Она у меня есть, я её насчитывал. Не надо её считать даже. Это много искажений. Не стоит, да? Не стоит. Сейчас, секундочку, да, секундочку, Игнатий Тихонович, я вам Библию покажу, чтобы не ошибся. Пусть я покажу, чтобы я потом не ошибался. Вот это истина, да, Игнатий Тихонович? Вот она, вот. Ну да. Ну а вы мне её показывали уже. А, я показывал, да? А, хорошо, всё понятно. Значит, вы советуете не эту и не ихнюю вообще даже и не трогать, и не дотрагиваться. Не надо, даже руки не бери. Считай синодальный перевод, запоминай, где написано и наизусть заучивай. Вот и весь мой совет. Ещё вопрос, Игнатий Тихонович. Мы с этим свидетелем Его пообщались по поводу Библии. Ну я уже получил ответ. Ну всё равно вы выставите видео, я ему тоже как бы кину ссылку. И ещё он мне говорил, значит, а, говорит, вот вы говорите, православный, что Иисус Христос имел три, как сказать, три, трепостаси в себе как бы, да? Да. И он говорит мне, говорит, вот вы веруете в это? Я говорю, ну конечно верую, что Отец, Сын и Святой Дух – это суть, единый, один Бог. Нельзя разделять Бога на Сына. То есть это одно и то же, как бы, да? Он мне говорит, тогда ты мне процитируй, говорит, из Библии, где чётко написано, что там именно вот три ипостаси вот Бога, как бы, да? Я ему, Игнатий Тихонович, то же самое вот сейчас скажу, если я не прав, вы поправьте меня, а если, допустим, прав, то дополните, как бы, будет для меня полезным. Я ему говорю, Игнатий Тихонович, я говорю, вот, допустим, как его, в Библии про Моисея. Вот, извиняюсь, не Моисея, а это Авраам, Авраам. Вот когда Авраам лежал под Мавлинским дубом, и вот в Библии пишется, что он поднял свои очи и увидел, вот стоят три мужа, как бы, да? И он подбежал к ним навстречу, упал им на колени и назвал троих, сказал, о, владыка, не пройди мимо раба твоего. Здесь вопрос, Игнатий Тихонович, ну, вот мы являемся рабами ангелов, насколько я знаю, мы, как говорится, рабы Божьи, а перед ангелами мы тоже, как люди, тоже как рабы являются, я не пойму. Здесь явился Господь Бог и два ангела, запомни это, и он разговаривает с Богом. А, это значит, не три ипостаси Бога явились, а просто Бог и два ангела. Нет, нет, это Бог и два ангела. А вот, Игнатий Тихонович, вот в этой книге я сейчас вам покажу, и вот, про Терей Даниил Соколов, начальное наставление, вот. Да. Вот здесь он, да, вот здесь он описывает, вот, вот смотрите, и вот однажды сидя у своего шатра под дубом мамримским, вот, Авраам увидел трех странников, поспешил к ним навстречу, поклонился им до земли и пригласил свой шатер. Странники вошли к нему и приняли его угощение, но скоро Авраам узнал, что под видом трех странников явился ему три единый Бог, Пресвятая Троица, в скобках. А он вот цитирует так вот. Нет, только Господь и два ангела, никакой Троицы здесь не было. А, Игнатий Тихонович, а вот смотрите, в Библии, да, вот говорится, вот, посмотрите, вот Иисус Христос, когда взял вот, самое, апостолов, трех апостолов, поднялся когда на гору, и когда это самое, к нему явились, это, два мужа, как бы, говорит, и вот стояли, явились ему два мужа, один Моисей, другой Илья. И вот посередине Иисуса, вот, прям видно, почему, вот, большую часть, вот, в Библии показывается, везде три, вот, он и два мужа общаются, и он взял трех апостолов. Допустим, его распяли два разбойника, и он третий, воскрес он на третий день. Даже вот, Бог является Моисей, говорит, я Господь Бог, Авраам, раз, Исаака, два, самое, Якова, три, везде вот, можно большую часть заметить, везде вот цифра три. Это, Игнарий Тихонович, вот, Бог хочет, как бы, показать все-таки, вот, что Он есть единый в трех апостасиях, даже вот через Писание свое, или как вот это можно понять? Вот, я читаю Библию, очень много раз замечаю цифру три, везде, вот, очень много раз. Это, если говорить, то только о мистическом смысле цифры три. К отношению к Троице никакого нету, абсолютно, никакого. А то два разбойника, Христос, Троица, что там выдумывать-то? Это как бурят, там, вот, это, на камне, там, посреди реки руки вскинул, кричит, ой, Бог, Никола, помоги мне. Это от старобрядцев он так научился. Где говорится три, мы можем разговаривать только о цифре три, цифра, но никакой Троицы здесь нету. А может, через это Бог напоминает? Может быть. Но о Троице здесь речи нигде больше нету. Нигде и ни разу. Тема о Троице говорится в Матфея 28, 19. Крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, это Троица. Понятно. Три свидетельствуют на небе. Три, слово три. Отец, Сын и дальше говорится. Вот и все. Это первое послание Иоанна, об этом говорится. Или, допустим, что, о чем мы сейчас рассуждали, о Троице, Евангелие от Иоанна, первая глава, говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога. Это Слово было Бог. Вот тебе, значит, уже получается, Бог у Бога был. Ничего. А дальше сошел Дух Святой. И где, говорит, как Господь предсказал. Словом Господь называется Дух Святой. И отсюда учение вышло теперь. Трудно было понять, как Бог един. И в то же время говорится о трех божествах. И поэтому это было принято решение, что Слово Троицы, хотя ее и нету, но Бог открывает новое. Потому что откровения Божие не кончились в Сионской горнице. А они только начались. Господь говорит, я иду и сей я с вами во все дни до скончания века. И нельзя сказать, что в первом веке было больше Бога, а во втором меньше. А уже, мы считаем, в 318 году, в 325, уже 318 святых отцов собрались в Никее. И символ веры написали, первую часть. Верой во единого Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и Земли. Видим же, все мы не видим. Дальше, Бога истина от Бога истины. А уже в Царьграде, Никео Царьградский называется, уже добавили и в Духа Святого, Господа Истинного Животворящего. И же от Отца Исходящего. Вот наш символ веры – это кредо. Мы должны верить, ничего не исследуя. Это не подается исследованию, только верою. И поэтому слово «ипостась» и «троица» было принято на Соборе. А что нас еретики спрашивают? Им это и знать не надо. Человек, который прописан, ваши имена записаны в книге жизни, ему это Бог открывает. Благодать откровения. Они этого не имеют. А он даже Библию имеет, он смысла не понимает. Их уже десятки тысяч, а Библия одна. А было бы толкование, значит, они бы уже не прыгали так. Ну, каких-то там 10, может, было бы разделением. А то уже считает 21 тысячи. Поэтому толкование нам необходимо, оно от Духа Святого. От Духа Святого. Поэтому меня сегодня один с Америки спрашивал, почему православные называются. А как? Появились еретики, неправильно славят Бога. И православные взяли. Да когда появился? Я говорю, в первом веке, апостольское 85 правил. Они не знают их. Я говорю, уже на первом Вселенском Соборе это повторяется. Называется православное там, ортодоксальное. Это одно и то же слово. Так что, быть христианином – это великое счастье. И быть православным христианином – двойное счастье. Игнатий Птеханович, скажите, пожалуйста. Значит, мы с ним продолжили разговор. Он задал вопрос еще мне о Святом Духе. Игнатий Птеханович, Святой Дух имеет Личность? Конечно. Он мне говорит, что Святой Дух – это какая-то сила Бога. А действующая сила, говорит, Бог. Я говорю, подожди, Святой Дух имеет Личность? Он говорит, нет, это действующая сила Бога. Я говорю, подожди. Я говорю, кто такие, говорят, демоны? Вот с точки зрения, они духи, как сказать, как это выразится? Чистые духи или проклятые, нечистые? Он говорит, ну как, говорит, это не святые они, говорят, да. Я говорю, а Бог является Духом? В Библии написано, что Бог есть Дух. Он говорит, да. Я говорю, а является ли он Святым Духом? «Да, является Святым Духом». Но я говорю, «Ты только что мне ответил?» «Да нет, ты не так понял. Он является, говорит, Святой Дух, является действующая сила». Но ты, говорю, «Только что мне сказал, что Святой Дух является Богом». И начал он со мной спорить и мне говорит. Я говорю, «Хорошо, Игнатий, я ему говорю, вот Иисус сказал, что многое простится человеком, кто оскорбит сына или что, а кто оскорбит Святой Дух, не простится никогда». Ну и что, говорю, Иисус Христос имел в виду, кто оскорбит действующую силу Бога, значит, Бог не простит его? Может быть, Иисус Христос имел в виду, что именно Бога, то есть Святой Дух, и Он начинает со мной спорить. Вот как Ему ответят? Скажите, пожалуйста, в действительности как можно понять, что Святой Дух имеет Личность, а не просто какая-то там действующая сила Бога? А Господь сказал, придет Дух Святой и напомнит. Какая сила напомнит? И Вы сказали сейчас против Духа Святого, так это не против силы какой-то, а против третьей лица Святой Троицы. Вот они, спроси их, а они Христа за кого признают? Они Его признают за Архангела Михаила. Да, 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 да. А вот давайте мы запишем сейчас, послушаем. Римлянам, 9 глава, 5 стих. Написано так. Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог. Римлянам, 9, 5. Запишите себе. Возьмите. Сейчас, сейчас. Что именно Бог, Бог, Христос это Бог. Сейчас, сейчас, Римлян, тихо, я не забыл, я сейчас тетрадку возьму. Приготовить тетрадку. Ладно, вот здесь напишу. Так, Римлянам, Рим, Рим. И как Вы сказали, какая глава? 9, 5. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Благословенного веки, аминь. Ну, кто Он? Бог. 1 Иоанна, 5, 20. Да. Пишите, 1 Иоанна, 1 Послание Иоанна, 5 глава, 20. А, 1 Иоанна. 1 Иоанна, 1 Иоанна. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Как он называется? Истинный Бог. С большой буквы. Дальше. 1 Тимофея 3, 16. 1 Тимофея 3, 16. И безпрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Это кто? Ну, Иисус явился. Бог явился во плоти. Бог. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедом в народах, принят верой в мире и вознесся во славе. Еще читаем. Евреям 1, 8, 13. А о Сыне сказано как? Престол твой Божий во век века. Как он называет его? Божий. Значит, он Бог. Божий – это падеж звательный, седьмой падеж. Ибо, дальше считаем, Исайя 9, 6. Исайя, пророк Исайя 9, 6. Ибо владенец родился нам. Владенец родился. Это не о Боге, отце говорится. Сын дан нам. Владыщество на раменах его. И нарекут ему имя. Чудный советник, Бог крепкий. Как его нарекут? Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Так. И Матфея 1, 23. Матфея. Матфея. Все девы в отчреве примет и родит сына. И нарекут им имя Эммануил. Что значит с нами Бог? Филиппийцам, 2, 6, 11. Филиппийцам, 2, 6, 11. Он, будучи образом Божиим, не подсчитал хищением быть равным Богу. Его и убить-то хотели за то, что себя делал Богом. Прямо. Но уничижил себя и приняв образ раба. Дальше. Псалом 109, 1 стих. Псалом. Псалом. Псалом 109, 1 стих. 1 стих. Сказал Господь Господу моему, сидя деснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Сказал Господь Господу моему. Ну, кто сказал? Господь Он, да. И это же написано в Матфея, 22, 44. 22, 44. Сказал Господь Господу моему, сидя деснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног моих. А вот Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10, 33. А, Иоанн. 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 Иоанн, как вы сказали? 10, 33. Евангелие от Иоанна. 10, 33, да. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будущий человек, делаешь себя Богом. Где он Богом себя назвал? Да вот конкретно. Его побить за это хотели? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 33 стих. Все? Записал. Какие еще доказательства нужны? Никакого? Я задал вот такой вопрос один, я сказал, что вот, он мне говорит, что Бог дал, говорит, как он сказал, а право Иисусу царствовать на земле и якобы делать те дела, которые угодны Богу. Но, я говорю, как это, на тысячи лет, ой, говорю, слушай, ну так получается, что Бог на пенсию ушел и заместо себя другого, что ли, поставил? Да. Ну что значит, Бог дал право Иисусу на тысячи лет править, а он что, на отдых ушел или что? Вот. И еще, Игнадий Тихонович, как вообще подразумевается, вот как понимали ветхие евреи, существовала ли жизнь после смерти для них? Они вот, они вообще думали, что душа там покидает тело свое, вот как мы? Конечно. Исайя, 14 глава. Во-во-во, сейчас я запишу. Исайя, 14 глава. Да. Исайя, там прямо об этом говорится. Вот. Мы считаем, Иаков говорит, с печалью сойду в преисподнюю, к сыну моему. Значит, он верил в это? Да. А теперь считаем. Шестая глава. Откровение 6.9. Откровение. Да, надо посмотреть. 6.9. Сейчас я просчитаю. Минутку сейчас открою, чтобы правильно посчитать. Шестая глава. Да. Шестая глава. Стих 9. Вот сейчас мы посмотрим. 6.9. Считаем. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных, души, за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Эти души вас запили громким голосом. Они разговаривают, говоря, да коли владыка святые истины, не судишь и не мстишь, живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них одежды белые. Сказано было им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число. Они разговаривают, они знают, что на земле делается, а они, ретики, ничего этого не признают. Вот как много православным открыто. У них нет благодати и разумения. Нету. Нету. А нам Бог дал святых отцов в церкви. Возьмите, сколько златоусты столковал, сколько ироним Стридонский. Блаженный Августин. Они мне цитируют из Библии и говорят, что человек, вот написано в Библии, что мертвые, это, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Ибо когда ты попадешь в могилу, говорят, там не будет мир. А тела говорят, они говорят, что мертвы, душа-то не мертвы. Речь идет о телах. Тела ничего не знают. Это души знают. А тела, да, Игнать Игнатьевич? Значит, оно что, от тела они имели? И души возопили, души убиенных. Души, которые принадлежали убиенным. Это в родительном падеже стоит. Души. А тела лежат в могиле, они ничего не знают и не могут говорить. Они не верят, что человек это душа. Почему так рассуждают? Они не верят. Они как саддукеи. Саддукеи не верили, что душа, есть ангелы. И Павел говорит, видение было мне. Они не верят, что есть видение. Вот если православные, это как фарисеи, то сектанты как саддукеи. А, понятно теперь. А я думаю, что он как-то говорит, так я тоже не могу. Оказывается, действительно, это о физическом теле. Якобы он умрет, больше ничего не будет, как живут. Да, понятно. Ихристиас говорит, тело идет на землю, из праха взятое в прах, а дух идет к Богу, который дал его. Дух идет к Богу. Душа называется духом. Игнатий Тихонович, я процитировал следителю Иеговы про пример, когда Иисус Христос привел пример, как бы притчу. А Лазаре, а богачей Лазаре. Вот Игнатий Тихонович, там же четко описывает смерть и жизнь после смерти. Но там прям говорится, умер и богач, его похоронили, и вот он находится как бы в аду. Ну и так далее. Я ему объяснял, он мне говорит. Это, говорит, пример он привел, но это не время. Я говорю, подожди. Подожди, говорю, Иисус Христос, говорю, верил в то, будучи на земле, имея человеческую природу, говорю, верил в то, что все-таки человек, умирая, покидает его дух, как бы душа там. Нет, говорит, он был приверженцем иудаизма, они, говорит, не верили, что есть душа. Душа – это круг. Я говорю, хорошо. А почему тогда он нам преподнес, как бы людям преподнес притчу о жизни после смерти? Ну это пример. Ну я говорю, если человек так, как он может пример приводить такой тогда? Он, ты не так понял. Ну как, говорит, там четко написано, что умер богач, даже его похоронили даже. Кого похоронили? Тело похоронили. А как, когда он появился в воду, кто появился? Они не из Библии учатся. Вы их не называете свидетели Иеговы. Я же сказал, свидетели сторожевой башни. Так вот, они не верят, что у человека душа. Вообще не верят. Они понимают, что человек как таракан. Умер, больше нигде его нету. Они не верят вообще. Да, вот так. Ну а зачем с ним говорить? Ты один раз сказал, написано в титул 3.10. Еретика после первого, второго возразумления отвращайся. Ибо они грешат в будущее самоосужденным. Он сам себе уже приговор вынес. До суда Божия. Самоосужденные, это самоубийцы. И все. Больше с ними не разговаривай. Не наживай грех. Не разговаривай. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, по поводу креста. Вот когда бывает, иногда вопросы задают, и мусульмане задают, и многие. И вот зачем ты крест носишь? Это что вообще для тебя дают? Вот как разговаривают, отвечают, когда вот такие вопросы задают. Как можно ответить им на этот вопрос? Для чего мы крест носим на груди? Это олицетворение нашей веры? Или как? Или все-таки что-то мистическое тоже имеет крест для нас? Так, вы задали вопрос, слушайте, не перебивайте только, а то я отойду сразу. Тут вот какое дело-то. Если они душу-то не признают, так они и у Христа ее не признают, души. А он, говорит, испустил дух. Они в это не верят. Там бездна безумия у них. А как вы верите? А я говорю, вы видели, когда собака, если кто-то нападает, она битая была. Только подними палку так, на землю наклоняешься, что-то взять. Она уже хвост поджала еще, а она битая. Крест – это оружие, которым сатане голову разбил. Христос разбил. Они не верят. Теперь смотри, мы читаем. Книга Исход, 30-я глава. Записывай. Так, напиши о кресте. Так вот, там написано, сделайте жертвенник. А жертвенники там прочитаете. Жертвенник. Что он означал, этот жертвенник? Это на него ложили жертву, и она сожигалась. В это они верят. Я говорю, а почему его освящать надо было 7 дней? Не 3 дня, а 7 дней. Они не знают. А 8 день – это уже первый день, в круговую. То есть, мы все время знаем, что он освящен. А что на него ложилось? Ягнята. А Ветхий Завет – это был тень будущих благ. Тень, не сама истина. Господь говорит, в духе истины ищет. А в духе они поклонялись, а в истине ни один пророк не поклонялся. Они поклонялись в образах. Они верили, что ягненок – это жертва. Но когда явился Христос, Евангелие Атьяна 1, 29. 1, 29. Он увидел его, Атьян Креститель, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я говорю, вы верите, что он Агнец? Ягненок. Там ягненок ложился на жертвенник из камней, 12 камней. А этот на что ложился? Этот на крест. А там написано, кто прикоснется к этому жертвеннику, осветится, ибо эта святыня великая. Ветхозаветник – жертвенник, на который ягненок ложился. А у нас Божественный Агнец, им пропитан был крест жертвенник. Жертвенник – это крест. Как же нам его не посчитать? Написано, кто к нему прикоснулся. О, а они на это говорят, ну ладно, это так, если бы тот был жертвенник, тот крест, который на Голгопе был, так нельзя рассуждать. Вот я сейчас буду говорить, Библия-то хорошая, святая, но если бы была та, которая Матфея рукой написал, так мы берем-то копию, перевод, а мы одинаково чтим. И все, ответа больше никакого не надо. Это жертвенник. Не надо, но это... Если тот жертвенник – святыня великая, не тем ли более этот, кровью божественного Агнца пропитанный. Игнатий Тихонович, а как можно вот объяснить вот то же самое и мусульманам, и другим вот, которые не почитают иконы, вот как им объяснить, что мы в действительности не поклоняемся тому, кто изображен, а почитаем их, как бы, вот как вот из Библии красиво им обидеть? Не приходится. Почитание выражается, что поклоняемся и целуем. Тут от этого уже нам не надо отвиливать-то. Мы скажем, иконы – не идолы. Первое, по ступеням. Сначала нужно понять, что иконы – не идолы. Я говорю, вы согласны? Нет, говорит, иконы – это идолы. Есть, глаза не веют, уши не слышат, уста не разговаривают. Я говорю, ну тогда запишите. Иконы – есть идолы. Записали. А теперь будем смотреть, как Христос смотрел. По-гречески икона как? Экон. Это означает изображение. Любое изображение – есть икона. Теперь я говорю, скажите, а Христос в какой храм приходил? Кто его построил? Ну кто? Соломон. Я говорю, а как же 25 глава, 2 Паралипоменон, там написано, что все было разрушено. И вынесли, и ничего не осталось. Соломонов храм разрушен был. Там, кажется, 490 лет ничего не было. А потом храм Зарвавелев. Это Иезекииля, 41 глава. Иезекииля, 41. Запиши. И напиши об иконах. Об иконах. Из Иезекииля, 17 стих. 17 стих. И там написано так. Сделай изображение. Сделай иконы. От пола до потолка. Внутри и снаружи. Иконы были в храме, в который приходил Христос, и Он не сказал, что это идольское капище. А Он говорит, дом мой, дома молитвы наречется. Дом мой. Христос принял иконы. А у вас как капища, ничего нету. Как могильный скреп какой. А у нас украшено. Так а там же людей не было? Не было, потому что на небе они еще не были. А это сделано по образу небесного. Говорит, сделай так, как тебе показано было. Моисею сказано было, на горе. А раз были херувимы на небе, херувимы двое изображались. Это исход, 25 глава. Исход, 25. Исход. Исход, да. Исход. Не Исайя, Исхе. С буквой Х. Да, да, я понял. 25 глава. 25 глава. Да. Там прямо говорится о том, что сделай по образу, который показан тебе был на небе. А так как там людей не было, все шли в преисподние места, поэтому и изображения были только того, что на небе. А что где было? Херувимы, Серафимы. И над ковчегом ангелы там скрыли, соединяли между собой. Ну, все показано. У нас по образу небесному. А у вас по какому образу? Они ничего не могут ответить. Потому что у нас храм, скажи, а у вас синагога. Вот это разница. Храм один был на земле. А у них этого ничего и нет. Тут легко разговаривать. Потому что они признают, что Христос есть Бог. Баптисты, допустим. Они верят тут правильно, по-нашему. Ну, у них нет икон. Ну, если даже нет икон, пусть и не будет. Но лишь бы они не хулили. О поклонении речь идет так. Да, мы поклоняемся. А где это видно? Ну, видно из всего, что есть. Потому что образ у нас ассоциируется на первообраз. Вот когда смотрят на иконы. Вот, допустим, мы показали фотографию. Свою даже. И говорим, это я вот был в школе, учился я. Это не я, это фотография. Так и здесь иногда говорят. Вот Бог тебе показывает на икону. Детям малым говорят. Божницей называется. Это образное выражение. Никакого Бога здесь нет. Но это почтение к святым. Вот у нас ребятишки, ну, такие уже большие. Они подрались между собой. Ну, и когда они дрались, а дрались, что-то не поделили в клубе, в колхозном-то. Ну, он там задел головой или как и этот портрет-то Сталина сбили на пол. Ну, а он стеклянный был-то. Ну, они в пылу-то драки-то не заметили. По нему топтались. Им обоим срок припаяли. Так это же бумага. Чего вы от человека живого за них? Нет, это относится к Иосифу Бестарионовичу. Это вы его враги хотели попирать. Это коммунисты говорят так. И поэтому, если кто-то издевается над образом Божией Матери, это издевается над ней. Он не верит, что она святая, и у ней детей не было больше. Они кощунники. А теперь смотрите. Послание к Римляну, 2 глава, 22 стих. Запишите. К иконам. В тему к иконам. Римляну. 2 глава. 2 глава, 22 стих. 2 глава, 22 стих. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Не кради, крадешь. И далее говорит, что? Говоришь, там, чти святыню, а сам святотатствуешь. Святотатствуешь? От святыни, от иконы отнять святость, похитить. Как же так? Они с идолами путают. Ты говоришь, идолам не поклоняйся. Правильно. А сам святотатствуешь. Святые изображения хулишь. Это о вас сказано, не про нас. Кремлян 2, 22. Это к тем, кто издевается над иконами. Они святость Божьего изображения похищают. То есть, отбрасывают. Хулят. Игнатий Тихонович, а вот я с ним общался, когда он мне сказал про иконы. И я ему сказал, помните, когда, вот, не помните, а действительно в Библии написано, где Моисей, когда возник, это самое, змея в пустыне. Вот, когда ужалили змеи евреев, и когда они просили Моисея помолиться Богу. И Бог сказал, сделай медного змея и поставь посредни каждого, кого ужали змея, чтобы они посмотрели на змея. Я свидетелю Иегову говорю, вот, с вашей точки зрения, это что является? Если так посмотреть, это же идол, получается. Они на змея смотрели, чтобы исцелиться. Нет, говорит, это... Ну, значит, я говорю, там не идол, а здесь почему тогда идол, говорит? Вот так получается, значит, там железный змей. Значит, а там, говорит, Бог сказал, ну, так и так. А вот здесь это самое. И, говорит, и люди, которые умерли за Христа, говорит, которые были, они, говорят, не могут быть святыми, святы только Бог. Я им процитировал из Библии, когда Иисус Христос сказал Анании, пойди и исцели, как бы, это, апостола Павла, как бы, да, Салва. И он, когда Анания ему сказала, как я могу пойти, этот человек столько, говорит, ну, вреда принес твоим святым. Я ему говорю, каким святым он принес? Он же убивал же, говорит, посредников Христа же, говорю, значит, они считаются святыми. И он опять, да нет, вот ты. Почему, говорит, вы молитесь, просите у, к примеру, святого Георгия, помяни меня перед Богом? Я ему процитировал, Игнатий Евгеньевич, из Библии, где Моисею сказали, когда евреи же сказали Моисею, давай мы тоже будем с Богом говорить, что только ты разговариваешь, скажи Богу, мы тоже будем с ним разговаривать. И в Библии же написано, когда Бог спустился на гору, и когда все поднялось там, ветер, все начало сносить, и люди начали умолять, Моисея, не надо, мы не будем говорить, лучше через тебя будем говорить с Богом. Я говорю, это же есть Библия? Он говорит, да. А почему? Я говорю, точно так же, говорю, святые, мы молим святых, умоляем их, говорю, чтобы они за нас тоже, говорю, ходатайствовали перед Богом, говорю, это что? У них абсолютно Игнатий Тихонович, если посмотреть, у них только Библия их нет, и все, больше никакие святые, никакой ни Георгий, ни Дмитрия, ничего у них нету, абсолютно ничего, только Чарльз Рассел и вот Библия их нету, все, вот вы правильно говорите, кроме этого у них ничего нет. Вы, сейчас мы говорили, что Христос есть истинный Бог, вы выписали, вы от этой темы не отходите за ними, это не надо так, как кузнечик прыгать, с одной на другую тему, не отходи от них, мертвой хваткой держи, скажи, Бог или не Бог, когда ты сокрушишь Ему голову, дальше будет легче говорить. Написано, сущий над всем Бог, Бог явился во плоти, в эти места прямо бей, бей, никуда не отворачивай, что он не соглашается, скажешь, больше разговаривать не о чем, вы богохульники, у вас Библии в руках нету сейчас, она была тогда у вас, когда вы брали синодальный перевод, и искажали его. Ну а сейчас, у нас вот в России их запретили сейчас, свидетели Егову, свидетели Саражевой башни-то, запретили совсем, отняли у них эти дома, 470 домов, зал царства называется. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, а вот это самое, вот я спросил здесь у нашего священника по поводу имени Бога, вот Егова, да, что вот в Исходе, где Моисию Бог сказал. И ему сказал, он мне говорит, священник, что это говорит не имя, я говорю, а что, это, говорит, переводится вот как на русский, ну то есть с греческого, это имя, подождите, как он сказал, а имя Экинос плюс имя, то есть я есть тот, кто есть, как бы, да, это, говорит, просто переводится, то есть я есть тот, кто есть, то есть я Бог, как бы, да, и он, говорит, так же, говорит, у него было имя, говорит, Сававов, там, и так далее, это, говорит, понимаешь, я говорю, он, говорит, посмотри, говорит, в Библии он мне объясняет, что Бог сам привёл зверей человеку и посмотрит, как человек даст им имена. Но как же Бог может иметь имя? Бог есть Бог, всё, это вот. Иисус Христос, говорит, мы его считаем Христом. Я говорю, да, но до Христа, когда был Дух, он говорит, Бог, всё. Говорит, да, Иегова, Яхва, говорит, Исаваов, Адонай. Но, понимаешь, говорит, это, как тебе сейчас объяснить? Тут, говорит, даже человеческие имена имеют каждое значение. Например, Ирина, это имеет, говорит, мир. Но это не означает, что её зовут мир. Это просто имя такое, говорит. Понимаешь? Ну, я не знаю. Вообще, Игнатий Тихонович, когда молиться Богу, я, допустим, когда молюсь, я всегда упоминаю имя Христа. Это равносильно, что ты Богу... Вот как вы сказали, в оплате явился Бог. Считай, что Богу молишься. Или всё-таки нужно упоминать имя тоже Иегова, когда при молитве имя Иегова тоже надо? Обязательно. Обязательно. Мы всегда произносим имя Бога и Иегова. Мы произносим. Вот так. А если не произносить... Игнатий Тихонович. Да, мы можем вообще забыть и не знать. Ну, а что они говорят, что имя Иегова произносится? Но оно заменили у нас как раз вот на это Господь. Где говорится Господь, в оригинале стоит Яхве. 7200 раз примерно повторяется слово Иегова-то. Ну и что из этого? Разве это говорит о том, что не надо больше называть совоп или как-то? Я сейчас покажу. Так. Иегова. Вот. Если что, запишу сразу тоже. Да. А вот так вот. А вот смотрите. Давайте просчитаем. Бытие 22.14. Отдельную графу запишите про Иегова. Слово Иегова разберем. И нарек Авраам место с тему. Иегова и Ре. Посему и ныне, так говорится, на горе Иегова усмотрится. И перевод такой дается. Как книга Иегова, когда Иегова. Дальше. Исход 3.14. Исход 3.14. Бог сказал Моисею. Я есм сущий. И сказал, так скажи, сынам Израилем, сущий Иегова послал меня к вам. Исход 15.3. Исход. 15.3. Господь. 15.3. Брани. Иегова имя ему. Как нет имени, когда прямо написано Иегова имя ему. Иегова имя ему. Исход 15.3. 15.3. Исход 17.15. Исход. И устроил Моисей жертвенник. 17.15. И нарек ему имя. Да, да, да. Иегова нести. Откуда бы он взял это слово-то? Пятое. Исход 33.19. И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иегова перед тобою. Какое имя? Господь говорит, я провозглашу, а мы будем говорить, да нет у него имени. Написано имя Иеговы перед тобою. И кого помиловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. А кого помилует? Кто признает Иегову? Исход 34.5. Исход. И сошел Господь в облаке и остановился там, близ того Него, и провозглашил имя Иеговы. Что он провозглашил? Привозглашил имя, имя Иеговы. Прямо написано имя Иеговы. Который раз мы уже нашли. Дальше. Осия 12.5. Осия. Осия. А Господь есть Бог Саваоф, Сущий, и Иегова имя Ему. Иегова имя Ему. Осия 12.5. Да, Судей 6.24. Судей 6.24. И устроил там, где он жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Вофре Авиезеровой. Вот и весь сказ. Вот так. Что понятно. Яхва или Иегова именно. Заменена на Адонай. А по-нашему Господь. Оно более 37 тысяч раз встречается. Вот у меня книги 33 тома вышли. Там имя Иегова у меня повторяется 2944 раза. 2944. У меня стихотворение 3467. В стихотворениях имя Иегова встречается у меня 936 раз. В стихотворениях. Вот так. И еще, Игнатий Тихонович, заключение хотел бы спросить. Вот мы общались с мусульманином, и вот я ему сказал, вот в действительности я тоже слышал так. Я даже спросил у самого еврея, парня, он участвовал в соцсетях, я ему спросил, просто задал вопрос. Я говорю, расскажи, пожалуйста, а почему, говорю, вот Иисуса Христа, это самое, евреи, ваши предки, как бы, да, это самое, осудили? Я говорю, он говорит, с точки зрения религиозной, я говорю, понятно, а почему, говорю? Потому что он, говорит, делал себя Богом. Это действительно, если так и есть, это исторический факт, ну, с точки зрения евреев. То, что они осудили его за то, что он себя Богом делал, правильно? Я сейчас засчитывал это. Да, да, я понял, я понял, просто я хотел уточнить точнее, хорошо, я понял. Ну, все, все, и тихо, и тихо. Будущий человек, им делать себя Богом. Они прямо за это убить хотели. Я вот показываю, что имя его встречается в разных падежах, только в одной святой книге Псалтырь 103 раза. 103 раза. Написано в Псалом 8.2. Господи, Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твое простирается превышать место. Имя Твое, а какое имя, а имя-то и не знают. Имя Твое, досветится имя Твое, а имя и не знают. У него имя есть, он себя называет, имя Мое Иегова. Зачем нам выкручивать куда-то? Псалом 21.23. Буду возвещать имя Твое, братьям Моим, посреди собрания восхвалять Тебя. А сколько раз? Только в одной Псалтыре 103 раза вскрыли имя Божие. А в оригинале, Псалтыре, вот в оригинале, в еврейском тома, имя Божие упоминается 702 раза. В одной книге Псалтырь. 702 под словом Господь. Так что тут не иеговисты, которых называют иеговисты, а мы. Вы дальше сказали, а вот змеи они имели. Кто посмотрит ужаленное, и он выздоравливал. Смотреть. Но когда ему стали поклоняться, тогда царь Иезекий его сжег, и говорит, его стали Богом называть Нехуштаном. Одно дело Бог повелел сделать и повесить, чтобы ужаленный змеем взглянул на медного змея и исцелялся. А люди потом стали ему поклоняться, вот как мы иконам. И тогда приказал сжечь, чтобы не было соблазна. Вот и все. Так что тут, в данном случае, кто с вами разговаривал, он здравую мысль вам сказал. Хорошо. Игнатий Тихонович, еще последний вопросик. Скажите, пожалуйста, общался с мусульманином, он мне сказал, почему вы едите свинину, христиане. Ну, вообще, большая часть христианский мир. Почему, говорит, у вас допустимо употреблять пищу, свиной и мясо, когда в Ветхий Завет, говорит, запрещают. А я у одного христианина... А, да-да-да. Ну, говорите, говорите. А я у одного христианина спросил, и он мне сказал, передай мусульманину, скажи, что мы живем по Новому Завету, большую часть отдаем Новому Завету. В Новом Завете, говорит, разрешили. Правильно. Да? Давай прочитаем. Первое послание к Тимофею. Четвертая глава. А, сейчас, первая к Тимофею. Первая к Тимофею, четвертая глава. Первые. С первого стиха. Ну, в период. Четвертая глава, первый стих. Да, до седьмого стиха. С первого по седьмой. Давайте, считайте, открывайте. По седьмой, сейчас. Так, открывайте. Первая к Тимофею. Четвертая глава, с первого по седьмой стих. Сейчас, секундачку. Сейчас. Так, так, так. Вот, видно. Вот, Тимофей. Первая к Тимофею. Тимофею. Четвертая глава. С первого по седьмой стих. Четвертая глава. Я, мне читать, да? Да, вы будете читать, давайте. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая духом обостителя и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своим, в запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушаясь и братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя благочестием. Вот и все. Всякое творение Божие хорошо в Новом Завете. Оно освящается Словом Божиим и молитвой. А у мусульман нет Слова Божьего и нет настоящей молитвы. И поэтому они бунтуют. Это учение, которое запрещает что-то вкушать, называется бесовское. Вынушает духам обольстителям и учением бесовским. Первый стих. Но свинина не полезна, она вредна. Вот у нас, мы добились, а у нас никогда свинина на столах не появляется теперь. Мы вот совсем вот братья живем, мясо не едим. Просто взяли на себя это. Не потому что грех, а потому что воздержание. Оно разгорячает кровь. Молодому человеку полезно не есть. Так что в Новом Завете все распространилось по всему миру. Китайцы есть верующие. Они едят змей, черепах, разных улиток. Все едят. Червей. И мы не можем их осудить. Ему сердце принимают, он благодарит. Игнатий Тихонович, а почему в России запретили свидетелей Иегова? Почему с точки зрения политической их закрыли? А вот не собрались вот религиозно, чтобы их обречить и чтобы люди знали, к примеру, да? А именно вот взяли, вот государство взяло и сразу их закрыло. Ну, спрашивать-то надо государство, а не меня. Я не закрывал их. Да, понятно. Когда меня спрашивают, я говорю, это им ничего не добились. Они так же собираются, так же все ходят. Но с них это начало. Дальше они и до нас доберутся. И так же будут запрещать. Поэтому государство должно с ними бороться, как Константин Великий. Садитесь за стол и решайте. Никого не надо гнать. Да, правильно говорите, да. Ладно, хорошо. Спасибо большое, Игнатий Тихонович, вам. Очень приятный был разговор. Вы сейчас где находитесь? В Греции я нахожусь. В Греции, а где там, в каком месте? В Солоника, Солунь, Солунь. Мы были как раз в Солониках-то, были. Мы же проезжали по Греции. Да, я вас видел. Да. Я видел ваши ролики, видел ваши. Да, беседовали, мы там с греками, гречанки собрались. Нас очень хорошо там приняли. И книги я там все подарил им в Афинах. А вы в Афинах оставили, где, Игнатий Тихонович, в библиотеке оставили ваши книги или как? Да, в Библиотеке. А вот что вот на видеоролике, что вы с женщиной были, вот там общались, что через нее можно узнать, допустим, позвонить там где или как вот достать? Значит, там видно, как мы в библиотеке сдаем, библиотекарша стоит, радуется. Там же все в роликах выставлено. Я сейчас вопросы вам задам. У вас Дмитрий? Ага, хорошо. Дмитрий, да. Дмитрий, а вы помните, когда мы в последний раз с вами встречались? Последний раз? Да. А, да, давно я помню, да. Вы у меня заказывали книги и сказали, как переслать-то. И вдруг исчезли, и вас не стало. Да, дело в том, что... Да, да, да. У нас просто, видите, у нас есть банк Монеграм. У нас этого нету, как его, Вестер Юнион. Или как по-русски, вот как вы мне сказали. Поэтому я вам сказал, если вы хотите через Вестер Юнион, я вам отправлю. Вы сказали, нет, отправляю только через этот самый, как его, через Вестер Юнион. Да, у нас Монеграм. А Вестер Юнион, это у меня в другом районе, а что-то ехали. Поэтому я... Вы меня не поставили в известность. А я думаю, что случилось-то? Живой, неживой? Вы говорите, я завтра не перевожу. А как называете, у нас есть такой тоже работает банк, такой, который у вас работает? А, есть у вас, да, этот банк? Есть у вас, да? Есть, конечно. Значит, у вас проблем не будет, чтобы пойти там получить деньги? Да, у вас этих проблем нет? Нет, 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 банк есть этот, банк есть. Просто, знаете как, вы мне сказали, что я в возрасте сейчас буду ехать. Я тут же думаю, что человек в возрасте, сейчас заставлю его ездить там. Там, откуда знаю, куда, где у них, они играют, сейчас он буквально... Все понятно. Это самое. Ну, давайте пока. Вы поменьше разговариваете с ними. Один раз ответил, больше никак. Вот заметьте, я беседую когда с мусульманами. Вы видели, я там в доме Мулы, когда ночевали? Да, да, да. Беседуем там. Я не произношу слово Аллах, я не произношу его, ни Мухаммад, ни Коран. Вот три слова у меня табу, запретные. Я послан проповедовать Евангелие, а не опровергать другие книги. Понятно. А Дмитрий Смирнов говорит, вроде бы, Аллах это, говорит, Бог. Это, говорит, мы должны тоже, говорит, Кабуна. Ладно, хорошо. Ну, понимаете, давайте посмотрим дальше. А Аллах что означает это? Для всех, можно сказать, всемогущий. Вот что означает это. Оно там переделанное, ассимилированные звуки там это сглаживает. А на самом деле это так. Это и есть. А, ну это по-арабски как бы Бог то же самое, да? Да, да. Ну все, до свидания. Хорошо. Игнатий Тихонович, когда вам потом можно позвонить еще? Где-то через неделю, две, наверное? Ну я не знаю, смотрите, через неделю, а только здесь, чтобы видно было. Я не люблю, когда не видно. Хорошо, хорошо, ага. Все, спасибо большое. У нас занятия идут по скайпу, вы знаете, да? А можно присоединиться к вашим занятиям тоже? Ну вот как бы это сам, участвовать. Я сейчас скину вам данные. Все. Хорошо, Игнатий Тихонович. Все, спасибо, с Богом, Игнатий Тихонович. Спасибо большое вам. Скину вам. Ага. Игнатий Тихонович.